Господи, Сил, с нами будем, и договор разве Тебе, помощником скорых дней и мамы, Господи, Сил, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности, мира, Духи Святого, доброго всем дня и хорошего! Настроение. Недавно прошла очередная смена экспедиции «За други своя», когда более 40 подростков, детей от 10 до 16 лет в осенние каникулы вновь были вырваны из своего расслабленного быта и оказались немножко в непривычных для себя условиях. В первую очередь, то, что они оказались вдали от родителей, от какой-то гиперопеки, теплого домашнего комфорта, без гаджетов. Важнейшая история — это, конечно, побыть какое-то время в этой здоровой атмосфере, когда нет ежедневного нагнетания твоего ума через информацию, через кучу всяких клипов, сюжетов, каких-то историй. И в тесном общении друг с другом, с себе подобными, потому что такого тоже нечасто встретишь, когда дети дружно вместе где-то общаются, гуляют, разговаривают, совершают какие-то совместные действия. Ну, если это не какая-то там специальная секция, вот так в обычном формате — это где-то уже такие пережитки прошлого. Это в нашем детстве мы еще как-то так себя вели, а так дети сидят дома, ну, хорошо, если с книгой, но большинство все-таки другим себя занимает. В общении с взрослыми, которые готовы часть своей жизни отдать детям, в определенной программе духовно-нравственно-патриотического общения, обязательно с литургией, вот эта вершина, к которой мы шли всю смену, чтобы мы все вместе могли встать перед Господом и приступить к чаше с Его телом и кровью. Причаститься божеского естества, как говорит апостол Петр. И сквозная тема в этот раз была тема предательства. Тема предательства. Посмотрели кино «Восхождение», такой старинный советский фильм про партизан, и там такой сюжет, который вот эту тему настолько поднимает. Попадают в плен два бойца, и один, ну, сразу как-то он понимает, что ему даже слова нельзя сказать, потому что, ну, тот следователь, он настолько искусный, он… Вот только ты дай ему повод зацепиться. Тот его и пугает, и пытают, и ничего. А второй такой покрепче, поздоровее такой мужичок, и попадает в кабинет, и сразу какой-то разговор возникает, и тот раз, раз, раз его технично зацепляет. А как фамилия? А как фамилия твоего товарища? А что? Вот. И даже не нужно его ломать, он уже вроде язык повелся, одно, другое, третье, тут кого-то сдал, тут сдал, и все, и ты уже на крючке. Ну, и заканчивается тем, что убивают тех, кто стойко выдержал эти испытания, а тот остается вроде жив, но там настолько это показано, что ему жить-то не хочется. Он бы и рад сам бы в эту петлю залить. А крестьяне, которые были свидетелями этой расправы фашистской, они такие сквозь зубы говорят «Иуда, Иуда». И вот он с этим клеймом, и так и заканчивается фильм, что его душа разрывается от того, что он и поступок не может совершить, то есть не может погибнуть смертью храбрых в борьбе с врагом, и шкуру свою жалко, и вот эти забитые какие-то щенячьи глаза «Иуда». А Иуда-то ведь он не сразу стал таким, да, ведь мы хоть используем это имя нарицательно, Иуда, но он изначально был неплохим парнем, его Господь позвал на апостольство, лично его выбрал из тысяч других-других молодых людей, позвал на это служение, но потом, а потом что-то с ним случилось. А что случилось? А у него оказался денежный ящик, у него оказался карман, в который он потихонечку стал залазить. Не заметили. Знаете, как ребенок первый раз стащил игрушку у своего товарища, и вроде душа заболела, совесть замучила, но ты ничего не сделал, ты как-то себя убедил, игрушку куда-нибудь спрятал, не вернул, не открылся, не покаялся, не исправился. Проходит какое-то время, и ты уже спокойно, уверенно залазишь в отцовский карман, и там достаешь денежку, потом еще, еще. А потом, ну дьявол, он же никогда не остановится, до тех пор, пока он в ад душу не утащит, он не оставит тебя. И все, и ты вроде уже весь оплетен этой сетью. Столько требуется мужества, чтобы разрушить вот это сплетение дьявольское. Тяжело, Иуде. Помните слова? Господь говорит, неверный в малом и во многом неверный. И верный в малом над многим будет поставлен. Мы живем не в больших каких-то глобальных делах, мы живем в делах маленьких. Иуде сказал правду или слукавил, что-то утаил и себя как-то прикрыл, а брата своего подставил. И вот так незаметно раз-раз-раз и воспитывается вот эта Иудская душа, на которую чуть поднажмешь в определенных стрессовых ситуациях, и все. Готовый предатель. И, конечно, важно детям это знать, важно вот эти ставить акценты, понимание, что Иуда не сразу, им не рождаются, им становится постепенно. Избави нас от этого, Господь. Господи сил, помилуй нас.